Да, здесь проблема глубже в вашей душе, в вашей самоидентификации и отсутствии внутреннего стержня. Вы полностью не уверены в себе. И когда вы не уверены в себе, ваша внешняя энергетика, она начинает впитывать в себя определенные физические, можно сказать, недостатки, определенные физические повреждения. И это все показывает на вашем теле, потому что вы как мягкий пластилин, который можно лепить любому человеку. Это признак определенного типа характера, просто сейчас людям объясню. Это признак определенного типа характера, когда очень сильно развито в инстинкте самосохранения, очень сильно развито такое качество, как подражание. Когда этот подражательский инстинкт, такой подинстинкт, эта программа подражания, она развита с детства, когда человек начинает повторять за своими родителями, за своими родственниками и так далее, какие-то поступки, его тело формируется таким образом, что потом и тело начинает повторять болезни, особенно любимых, значимых людей или тех, кому он очень сильно хочет помочь. Какой тип характера? Он примерно, ну может быть, если смотреть, у женщин он чаще встречается, но может быть в районе 20% вот населения. Такой характер встречается в разной степени. И чтобы это убрать, это не прикасаться, это не поможет. Может просто посмотреть человека, и в нем это может уже возникнуть. То есть не смотреть на мир, это не получится. Человек должен поверить в себя, в свою защиту, найти свой путь и полностью выстроить, ну вот как, свою волю. В нем нет внутреннего стержня, он должен его выстроить. Вам нужно выйти на высшее Я и выяснить ваши цели воплощения, пополняете ли вы свою задачу и почистите от блоков. Потому что иначе ваше тело будет повторять за всеми. Продолжение следует...